К сожалению, проиграли игру. Поздравляю, командуетесь с победой. Хотели выиграть, но не очень получалась игра. Наши нападающие, к сожалению, сегодня не забили ни одного гола, два гола забили защитниками. Посмотрим, будем работать, будем двигаться дальше. У нас очень тяжелый такой календарь. Мы играем то по пять, то по шесть игр подряд. Это сложно игрокам. Когда в четвертой игре уже довольно тяжело двигаться и создавать какие-то моменты, без хорошего движения не получается. Все. Благодарю за поздравления. В целом, действительно неплохую игру провели. Хотел бы отметить концовку матча, где, в общем-то, его уверенно сыграли и там практически серьезных шансов соперника не было. Что не хватало нам в предыдущих играх и, в общем-то, ведя в счете, отдавали игры. Сегодня мы победили в этом плане, мы верим. С вами был Кокеевич Тепорт, Олег Евгеньевич. Три гола на бригаду большинства забило, да? По сыгранности, не знаю, по эффективности можно уже сомнить или, может, какой-то из казанских времен? Не знаю, то, что тоже может быть в Корее. Если это возможно, конечно. Отключили. Давайте посмотрим, кто с 60-го тура ответил. Да, да. Ну, что можно сравнить, что там были явные лидеры, которые, конечно, много очень забивали. Я имею в виду Зиновьев, Морозов, Зарьев. В этом плане, может быть, можно сравнить, потому что много забивает ребята. Они являются лидерами. Настоящий продукт, порой игры не забивали. Вот. Сегодня, слава Богу, получилось. Ну, и, в принципе, они, как бы, стабильно играют и выполняют роль лидера. Вот я с Владимиром Васильевичем здесь соглашусь, сложный календарь. И у нас сложность еще в том была, что эти ребята молодые, они лидерами являются, еще в сборную уехали. И дополнительная нагрузка была на них. Поэтому ему тут тоже непросто, в этом плане, восстанавливаться и, как бы, находиться в таком хорошем тонусе каждую игру. И вот против них на выезде сыграли так плотно, им было тяжеловато. Но сегодня они неплохо двигались, как бы сегодня у нас пару дней было, поэтому успели восстановиться. Евгений Владимирович, сегодня Витя показал прекрасную такую реализацию большинства. При подготовке к серии делался акцент именно на игру неравности в таланку, чтобы выиграть свои лидеры показали? Да, в принципе, на это обратили внимание, потому что у нас, в общем-то, не получалось. Именно у этого звена, даже, я вот здесь, наверное, погорячился немножко и сказал, что можно с Казани усоренить. Нет, там было одно звено, именно явно таких лидеров, потому что здесь все-таки они чередуют. Допустим, на выезде звено Николь не проявило, хорошо все. Вот так вот эти два звена у нас, в принципе, соревняются. Вот, поэтому вы можете выбирать все. Дорогина Шея, как состояние Воронкова? Ну, начал, приступил к тренировке. Приступил к тренировке. Дорогин Шея, ну вы все тоже забивали на выезде? Копейки, ну вот. Нет, я сказал, последние две игры. Кстати говоря, вот грядет скоро пауза Куба Первого канала, и учитывая, что все пять человек, легионеров, выступали у нас в Витязе, на первом этапе Кубки Кайрова, возможно ли такое, что Куб поставил каким-то образом барьеры на пути? Невоздушный. Невоздушный. На самом деле, на самом деле, если вот этот вопрос до конца такой, в общем-то, закрытика, то мы говорили, что это не проблема будет для нас, наоборот, там мотивация, но, к сожалению, нагрузка большая очень. Конечно, мы бы хотели, чтобы они, допустим, в декабрьский период, во-первых, восстановились, но пришел вызов на всех игроков. Если они два раза ездили, можете не отпускать. Кстати, сейчас мы сейчас обсудим, как это правильно сделать. Материй Викторович, а может ли раз получат, за день-два, все вместе? Заметьте, не я. Протекание уже получилось, возвращаясь к этой теме, и поехал Миралтанем, так, чтобы напомнить это в своих репортажах.